МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До сих пор никого нет. Воду практически не привозят. Мы кто как умеет, так и запасаемся водой. Уже третий месяц жители пользуются горячей водой. Как говорится, выбора нет. Но тепло скоро отключат, и горячей воды не будет. Местным жителям остается только надеяться. Пытались наши мужчины с улицы своими силами сделать все, что могли. Но у нас нет ни приспособлений, ни технических каких-то средств. Мы ничего не можем сделать. Очень надеялись, когда придет тепло, получить воду, наконец-то отмерзнет. Но пока еще нет. Пока нет, и помощи нам, вероятно, ждать неоткуда. В восьми домах из десяти живут пенсионеры и инвалиды. За все это время воду привозили два раза. В Наурус и три дня назад. Почему же Караганда-Су игнорируют наших горожан? На данный момент по городу остается еще около двухсот домов частного сектора, где еще замерзшие водопроводы. Наши бригады работают на отогреве уличных водопроводных линий частного сектора. То есть там, где водопровод перемерз прямо по улице, например, улица Кувская. Адрес от права 94-108 поставлен в график отогрева. По мере возможности в ближайшие дни возьмем наряд и будем отогревать. А у нас здесь, значит, 8 домов или 10 домов, до нас теперь дела нет. Также невозможно жить без воды, это физически. Мы живем в 21 веке. Значит, за воду, вот начисление, у нас нет счетчика на холодную воду, а начисление за март месяц принесли 100% оплатить. Как это называется? На улице Сатпаева уже третий месяц нет холодной воды. Жители обращались к Караганда-Су и к местным властям, но отзывов так и не получили. Также в этих домах живут люди-инвалиды и пенсионеры. Что же им делать и как быть в данной ситуации? Бек Абдинов, Харят Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.